Здравствуйте, друзья! Предлагаем вашему вниманию последний на этой неделе выпуск 3D News Daily с подборкой свежих новостей из мира хай-тек. Скайп кардинально изменился, и судя по отзывам пользователей в Google Play и App Store отнюдь не в лучшую сторону. Видимо, Microsoft так хотела сделать свой мессенджер похожим на Snapchat, что хватило через край. Интерфейс изменился до неузнаваемости. Точнее, в нем как раз-таки узнается популярный конкурент, но отнюдь не тот, скайп, к которому все привыкли. Взять хотя бы новую функцию HideLights. Пользователи могут публиковать для друзей фотографии видео, а те, в свою очередь, могут на них реагировать. Вылитые сторис из Snapchat. Низкий рейтинг приложения в мобильных магазинах Apple и Google говорит сам за себя. Есть те, кто хотели подобный редизайн и в итоге остались довольны, но основной массе пользователей не понравился новый облик Skype. HMD Global, владелец бренда Nokia, объявил о партнерстве с Carl Zeiss. Финские аппараты много лет использовали оптику немецкого производителя, а сама Nokia зачастую преподносила это как одно из важнейших достоинств своей продукции. Помните N95? Ему как раз исполнилось 10 лет. Правда, сейчас HMD Global воздерживается от конкретики. Уже вышедшие модели Nokia 3, 5 и 6 под управлением Android не оснащаются цейсовской оптикой. Однако в будущем компания рассчитывает выпустить соответствующий премиум смартфон. Стоит понимать, что сами по себе объективы Carl Zeiss — это хорошее дополнение к фотографическому арсеналу устройства, но отнюдь не панацея. Куда важнее технология получения и обработки изображений, которые в свое время позволили создать модель 808 PureView с 41-мегапиксельной матрицей. Новые смартфоны с надписями Nokia и Carl Zeiss будут создаваться уже другими людьми, ведь инженеры, которые разработали технологию PureView, разошлись кто куда, в том числе и конкурентам. Так что HMD Global придется с нуля создавать репутацию для своей продукции. Студента Королевского колледжа искусств в Лондоне Дани Клотт создала третий большой палец. Это уже не протез, а настоящая аугментация, ведь он не заменяет часть тела, а добавляет новую. В конструкции нет ничего футуристичного. За тросики, сгибающие палец, тянут электромоторы в браслете, а управление осуществляется с помощью датчиков давления в обуви, которые общаются с браслетом по Bluetooth. На словах эта схема кажется не очень удобной, но Даня уверяет, что люди осваиваются очень быстро. А что вы хотите? Пальцев много не бывает, особенно во времена 6-дюймовых смартфонов. Если вы уже захотели себе лишний палец, придется подождать, пока это только прототип. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok